Много лет подряд, отсматривая кремлёвскую пропаганду, мы пришли к скромному мнению, что российское телевидение — это поистине уникальное явление. Уникальное прежде всего потому, что за деньги от налогов россиян горстка пропагандистов показательно вытирает об этих самых россиян ноги. И в критические для России моменты это особенно заметно. Весь украинский контрнаступ — это информационно-психологический манёвр. На чью психику он рассчитан? Тоже пока вопрос. Наверное, ни для кого не секрет, что топовой темой прошлой недели стал разгром российской армии на Харьковском направлении. Напомним, украинские герои всего за два дня освободили более двух десятков сёл. Несколько ПГТ, города Балаклею и Купинск, Изюм и Лиман. Локоль, это Украина. Сыновы лыка Камышеваха. Блох и вьях. Казачья Лопань. Место Балаклея. Идем место Украины! Украина! Вон я душу! Путин! Украина! Паша, вот так местами застречают. С тем учётом, что и Путин, и его бояре строили спецоперацию на слоганах «Россия пришла навсегда и своих не бросаем». Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твёрдо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы. Мы своих не бросаем! Разгром в Харьковской области стал не только военным, но и идеологическим поражением. Особенно после того, как чудом выжившие мобики из Луганска сняли разоблачительное видео, где, во-первых, обвинили командование в предательстве. Мол, россияне убежали первыми, а мужиков из Ордло оставили на убой. Мол, россияне убежали, понимаете? На произволу, ***! Мы там прожили, пусть приезжают, кто, ***! Они хотят, что пойдёт, что пойдёт, 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 пойдёт! При этом командование куда больше, чем спасение жизни солдат, заботило спасение награбленного у мирных жителей. А отце, мечта русней, ведь жата, бран на машину. Причём, ещё раз акцентируем внимание, это не украинские СМИ говорят, а боевики, воевавшие на стороне России. Руководство, все, ***, мародёры, с первого дня воровали, ***, курами сюда вывозили. Вывозили. Ты кто, капитан Луганск? Вот, да, сиди здесь. Куры приходили, ***, с бытовой техникой, с сорт-техникой. Казалось бы, чем не тема для обсуждения на ток-шоу у той же Скобеевой? Вы же якобы своих не бросаете. Вот и обсудили бы, во-первых, бунт в армии. Мы больше никуда не пойдём. Отлично. Вот расстрелите нас, ***! А во-вторых, кто виноват в разгроме российской группировки на Харьковском направлении? Ведь люди-то не дураки, они могут зайти в интернет и увидеть сгоревшие колонны военной техники. Вот так выглядают работа. Хаймерси, ***, тигры, беттери, беттери, все, что хочешь. Увидеть десятки, если не сотни пленных. Знается Сергей Валерьевич, рядовой. Должность. Вангер взвода. Да и очевидно, что ничего более важного в этот момент для сотен тысяч семей в России не было. У кого-то брат, у кого-то муж или сын перестали выходить на связь. А то, что ждать правды от Минобороны не приходится, было понятно ещё после фейка о всех выживших на крейсере Москва. Очаг возгорания на крейсере Москва локализован. Открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены. Весь абсолютный экипаж, а это порядка 500 человек, эвакуирован, находятся в безопасности. Но мы сейчас вам просто покажем, что обсуждали на российских шоу в день, когда их якобы великая армия сверкала пятками. За ВДВ. ВДВ бежала вчера быстрее, чем у Сейнбол. Еле съебал, бля. Слава тебе, Господи. Когда вместо пропагандистского Россия пришла навсегда... Россия здесь навсегда. Фронт просел на 30-40 километров. Кацапия. А вот это место перетинания державного кордона с Кацапией, с ассоциированной Кацапией. А вон уже украинский прапор. В общем, посмотрите на этот бенефис маразма, а потом вместе обсудим. Ну а пока в Германии заканчивается прямо сейчас туалетная бумага, а тысячи немцев стонут из-за инфляции. Что, серьезно? Граждане России пачками удобряют землю, а для Скобеевой в этот момент важнее якобы отсутствие туалетной бумаги в Европе? Впрочем, это российская пропаганда, детка. Здесь дна нет. В общем, скоро немцы окончательно познают, что значит их дивный новый мир. Начнут наконец-то топить дровами, вытирать свои филейные части старыми газетами и есть жуков, потому что жуки – это белок. Докричались до того, что недоэксперт Коротченко так вообще заявил, мол, Европа превратилась в Советский Союз в худших его проявлениях. Мы видим, что такие страны, как Германия, Великобритания, да и в целом Евросоюз напоминают нам сегодня поздний СССР. Те же самые проблемы. Отсутствие продуктов, дороговизна, рост цен, безнадежность и пресловутая туалетная бумага. И, слушая все это, было непонятно, смеяться или плакать. Айда, Россия. Айда – страна богачей, где бабушкам до сих пор всем миром на дрова собирают. Купить дрова самостоятельно Александре Петровне не под силу. Пенсия всего 6 тысяч рублей. Машина дров стоит 5. По мере поступления денежных средств мы привозим бабушкам дрова. А то б замерзли бедолаги зимой, пока «Газпром» вот такими роликами пытается запугивать Запад. Зима будет большая. Вот взгляни-ка за рекой. При этом показательный момент. Свой ролик с замерзающим городом позорники из «Газпрома» снимали в Красноярске. Ну а пока в качестве, видимо, ответа под песню «А зима будет большая» в «Газпроме» рассказали, что будет ближайшей зимой. Ролик на ваших экранах. Пейзажи замерзшей Европы, естественно, прилагаются. Это огромный город, краевой центр. Но, ой, газа, без которого Европе якобы хана в Красноярске, тоже нет. Холопам в 21 веке приходится топить бурым углем, отчего зимой весь Красноярск в саже и дымке. Вредные выбросы скапливаются над Красноярском, отравляя миллион его жителей и угрожая экологической катастрофой. А словосочетание «черное небо» для красноярцев перестало быть образным. Отапливаются они, как правило, бурым углем, потому что газа в таких домах нет. Но пропагандистам, как вы уже понимаете, дела нет ни до проблем в армии, ни до убогого существования собственного населения. Свои пусть замерзают. Главное, чтобы и проклятый Запад страдал. Запасов газа в Италии хватит ровно на 45 дней зимы при нынешних поставках. Но это же еще не все безумие кремлевской пропаганды. Обсудив туалетную бумагу в Европе, там не нашли ничего более важного. Чем устроить внеочередной выпуск программы «Модный приговор». Мол, смотрите, смотрите, какое платье новой премьер Великобритании Листрас нацепило. Да оно ж все ее комплексы выдает. Это знаковый момент. Она прибыла в платье фиолетового цвета. Между прочим, как описывают психологи женщин, которые предпочитают фиолетовый цвет в своей одежде. Вот процитирую буквально. Это женщины, которые стремятся всегда и во всем привлечь внимание к своей персоне. Им свойственны перепады настроения, выраженная тщеславие, повышенная чувствительность и скрытность. Причем, обратите внимание, женское платье обсуждает ровно та же публика, которая ровно год назад с помощью пальца не то что Украину, а НАТО побеждала. Калининградская группировка российской армии и голорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. А Украину конкретно Коротченко вообще за противника не считал. И в первые дни спецоперации выдавал вот такие первые. Уничтожены склады с вооружением и боеприпасами, уничтожены военные объекты НАТО, которые создавались на протяжении последних лет на территории Украины. И, наконец, нанесены удары высокоточным оружием по центрам принятия решений. Но как только украинские герои надавали Второй армии мира, что называется, по соплям, желание говорить о войне резко исчезло. Причем они не то чтобы о поражениях и забегах молчали, но и сделали вид, что ничего не происходит и с еще одним громким залетом. Помните, как Россия в 8 лет кричала, что ее армии в Украине нет? Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. Так вот теперь в российских же некрологах, то ли по ошибке, то ли по чьему-то недосмотру, вдруг опубликовали подвиги одного из крякнувших военных регулярной армии в 2014 году. Молодому парню было всего 23 года. Он нес службу по контракту в Тамбове. В июне 2014 года был откомандирован в Ростовскую область западного военного округа. Именно там случилось непоправимое. Иван погиб. Показательно, правда? Будь в России журналистика, а не пропаганда, скандал бы был огромным. Как был бы скандал и после признания боевика Ходоковского, который прямо заявил, что согласно документам, ВСУ не собиралось нападать ни на Ордло, ни тем более на Россию и Беларусь. А наоборот, армию учили обороняться. Украина, предполагая столкновение с Россией и создавая разницу потенциалов, готовилась к оборонительной войне. Среди множества документов, попавших нам в руки, определивших тактику действий Украины, не было ни одного, который бы регламентировал действия в наступлении, только в обороне. Ну же, господа пропагандисты, есть что сказать? Вы ж все уши нападением Украины на Россию прожужжали. Особо одаренные даже точки, откуда готовилось нападение, показывали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Они бы атаковали наши войска, Беларусь и Россия, которые были на учене. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Но нет. Тишь, да гладь, да божья благодать. Вообще никакой реакции. Вся мерзкая компашка вместо обсуждения своих проблем не придумала ничего лучше, чем станцевать на костях умершей королевы Елизаветы. Чтоб все понимали уровень контента, приведем вот этот пример. Скончалась королева Великобритании Елизавета II, буквально сразу же после того, как она встретилась с Листрас и назначила ее премьер-министром. Плохой знак для Соединенного Королевства. Оказывается, королева умерла, потому что до этого встретилась с русофобкой Листрас. Да и вообще Россия требует вернуть себе корону умершей. Пора уже, пожалуй, потребовать возвращения в Россию вот этой драгоценной короны, в которой часто щеголяла британская королева. Зная, что корона Ворона, Елизавета II этим российским достоянием не стесняясь пользовалась. Что тут скажешь? Прямо от бога аналитика. Сразу видно скрепную страну. Впрочем, здесь надо отметить, что помимо теорий заговоров были совсем уж мерзкие выпады в адрес покойной королевы, где особо отличился вот этот не очень здоровый и явно озабоченный товарищ. Да-да, вы не ошиблись. Это тот самый Антон Красовский. Большой начальник на Russia Today, который в свое время обещал сжигать украинцев и украинскую конституцию на Крещатике. Хрен вам, вот вам они на то, вот. Это вот, это вот. Даже не мечтайте, твари. Мы отнимем у вас вашу конституцию. Посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. Просто вдумайтесь, один из руководителей российского иновещания не только прямо угрожает другим странам, но и пишет вот такое о смерти королевы. В реальности про Елизавету писать не больно и не горько. В морг значит в морг. И да, покойную королеву он лично мог и не любить, но это был важнейший человек для тех англоязычных зрителей, для которых и Russia Today, и в целом Красовский, в частности, якобы работают. Но, видимо, подобное невежество вызвано осознанием того, что ни на кого в мире, кроме своего же хомячья, а-ля отряды Путина… Владимир Владимирович Путин – великий человек. Его имя будет сохранено в веках. Я его люблю глубоко. Российская пропаганда не влияет. То есть нет смысла бороться за зрителя в Европе, который будет просто смеяться, глядя на очередные российские манипуляции и фейки. Друзья, мы сейчас находимся как раз в Николаевской области, где мы все ближе и ближе подбираемся как раз к Николаеву. И я скажу, Николаев будет освобожден. Это, кстати, типичный пример. На фоне разгрома российской армии в Останкино, видать, решили выдумать для россиян хоть какую-то победу. А поскольку таковых нет, пришлось бросать в бой Гауляйтера Стримауцева, который недавно обещал россиянам за две недели взять Николаев. Скорее мы зайдем в Николаев уже в ближайшие недели, и оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире. А теперь якобы подобрался к нему. Где мы все ближе и ближе подбираемся как раз к Николаеву. Мое дело правое и сильнее тот, у кого правды больше. Обязательно враг будет разбит. Подобрался настолько, что запись ведется в городке Снегиревка, который российская армия оккупировала еще в самом начале войны. То есть никакого продвижения в сторону Николаева нет и не было. Напротив, в Керсонской области украинская армия водрузила флаг над очередным освобожденным селом. Опа, помета Банова, благодатьевка наша. Но если показывать правду, Россию накроет такая зрада, что никакой Соловьев или Скобеева не помогут. Поэтому им проще надувать мыльный пузырь для своих граждан, не особо осознавая, что рано или поздно он обязательно лопнет. И вся страна узнает и о реальных событиях на фронте. Ха-ха! Рашки конец! И о том, почему глупо смеяться над Западом, когда сам с голым задом. А еще узнают о том, что фашистов они смогут найти, подойдя к зеркалу. И вот тогда, возможно, многое изменится. В лучшую сторону. Причем не только в России, но и во всем мире. Слава Украине! Слава Украине! Здоровья, слава!